Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наше путешествие и строение моста. Сегодняшний урок называется «Смысл жизни» или «Вкус жизни» или «Даат». «Даат» на иврите – это знание или сознание. Тяжело перевести это слово, но это то, что находится именно в том месте между логическим и абстрактным, логическим и, может быть, даже нашим воображением. Мы говорили в начальных уроках о том, что там, в этом пространстве, существует конфликт, так как логическое мышление, оно более линеарное. Мы смотрим причины следственной связи и так далее. С другой стороны, без воображения, но жизнь не могла бы существовать. Мы не могли бы ставить себе какие-то высокие цели, и не были бы, возможно, никакие большие открытия, не было бы полета и так далее. То же самое, можно сказать, и в личной сфере человека, и в более широкой. Между этими силами происходит конфликт, когда мы, с одной стороны, не получаем желаемого или нашего мечтания, и, с другой стороны, если мы убираем эти мечтания, тогда наша жизнь становится сухой очень и, можно сказать, даже бессмысленной. Что говорит насчет этого Тора? Тора говорит такую вещь, что нужно как-то купить, да, купить знания и выпрямить свой взгляд к Тахли Тахаим, к цели, смыслу и так далее о жизни. Это очень тяжелый вопрос насчет Тахли Тахаим, и было принято решение, возможно, точнее, мы точно будем записывать курс, лекции насчет этой темы. Очень сложный, но в иудаизме есть много знаний насчет этого, много информации, и, возможно, надо ее передать дальше. То есть, вот это вот даат, это знание, которое находится в каждом человеке и о котором говорит Тора, это такая конкретная вещь, то есть, это что-то офизаемое. И оно позволяет нам соединиться с целью и со знаниями, с личной целью и, в принципе, с тем потоком, который ведет нас Всевышний, что называется, жизнь. Это даат знания, вы понимаете, этот урок очень тяжело записывать, потому что, с одной стороны, его надо сделать коротким, с другой стороны, говорить о чем-то таком аморфном мы не очень хотим. С третьей стороны, надо дать какие-то инструменты, как же приобрести этот даат и эти знания. И я постараюсь вкратце что-то насчет этого сказать, но, так как я сказал, было принято решение, что будем записывать больше на эту тему, и, возможно, там мы раскроем эту историю как-то более глубже. Но сейчас мы постараемся все равно, возможно, описать важность этой истории. Даат, вот это вот знание, то есть это соединение с истиной, соединение с истиной личной и общей. Каждый человек, говорит Раббену Баиласулам, то что у него есть внутри часть, часть его душа, что является произведением искусства, одно, одна, единственное, неповторимое. Никакой человек в мире не может заменить другого. И тот тикун, то исправление, которое человек должен сделать, тут он должен сделать не только для себя, он должен сделать для всех. Когда он соединяется, для она, со своей личной вот этой вот тахлит, с этой целью, тогда этим самым человек меняет и себя, и меняет весь мир. И вместо него никто это не может сделать. Понимаете, еще одна такая вещь, то, что все это зависит от нашего взгляда на жизнь. Смотрим ли мы далеко, или смотрим мы, что происходит сейчас, именно сейчас. Давайте возьмем пример такой, из физического мира, может быть, как кто-то из вас занимался спортом, или строил какие-то планы дома, бизнесы и так далее. Когда человек находится в тренажерном зале, или посередине бега, если он думает только о том месте, где он находится, без никакого смысла, но это просто боль, возможно, невыносимая. Но если человек тренируется для того, чтобы улучшить там свое здоровье, выносливость, силу, может быть, как-то лучше выглядеть и так далее, у него есть такая цель, то все эти страдания, можно сказать, в тренажерном зале, они как-то легче проходят. То же самое, когда мы строим какой-нибудь бизнес или дом, какие-то промежуточные цели или этапы, они намного легче переносятся, если у нас есть какая-то в голове цель. Из-за этого часто наши страдания, они функция того, как мы смотрим на эту жизнь. Говорится то, что народ Израиля был в Египте, они работали в Митрае, они были рабами. И что было самое невыносимое в этой работе, то, что они что-то делали, и потом египтяне это разрушали, и надо было им заново строить то же самое. То есть работа без цели какой-то. И вот это вот губит людей. С психологической точки зрения мы знаем, то, что процесс приближения к цели дает человеку очень много позитивных эмоций. И даже не достижение самой цели, а процесс продвижения туда. Это известный факт, то есть есть много исследований на эту тему. Вы подумайте, допустим, если человек у него есть или у нее есть какая-то цель, не знаю, пробежать марафон или построить там какое-то дело, ну и так далее. И это цель, у которой есть много этапов, и он ощущает или она продвижение по этим этапам к своей цели. Цели, допустим, которые сам себе человек поставит. Именно от этого продвижения человек ощущает очень сильные позитивные эмоции. Хочется сказать, то, что если это такие цели житейские, лучше до того, как достигать цель, ставить уже следующие цели, потому что, когда человек считает то, что он достиг, после этого идет провал. Так это дело работает. Так что вот насчет этого. А когда человек соединяется с более глубокими смыслами, то есть соединяется с этим даат, о котором мы говорим, с тем самым знанием, знанием из своей души, знанием вообще общего, как общих каких-то знаний об истине, это, конечно, и продвигается в эту сторону, это, конечно, дает очень большой ресурс и может сделать человека очень счастливым. Когда человек, вот этот взгляд у него есть, тогда, конечно же, хочется сказать, то, что Давид Амеллах, царь Давид, говорил Таилим такую вещь. Он говорил, что говорит, если бы не твоя Тора, я бы был потерян в своей бедности, говорит Давид Амеллах. То есть Тора, это один из тех инструментов, который дает нам этот даат. он дает, да, то есть знание больших процессов или куда мы направляемся, строение миров и так далее. Внутренняя часть Торы, Каббала, она делает еще одну вещь. Если вы знаете, я чуть-чуть затрону такие концепты. Есть внутренний свет, есть внешний свет, я постараюсь это сделать очень вкратце и надеюсь не сбить людей с толка, как говорится, но представьте себе такую вещь, что есть что-то, вот этот цвет, это какие-то знания, которые есть у нас, которые мы осознаем, осознаем, что мы знаем. Допустим, человек знает, ну, человек умеет ездить на машине, и он знает то, что он умеет ездить на машине, он знает то, что есть вертолет, но он не умеет еще, не знает об этом. Есть еще какие-то знания, то, что мы даже не знаем, что мы знаем, То есть, их очень много. Допустим, я знаю, что я не знаю японский язык или китайский. Но есть сферы знаний, которые даже не в моем кругу. Ну, допустим, человек какой-нибудь в Японии не знает, что это такое Тора, это вообще не в его кругу зрения. И можно найти очень много таких примеров. Но часто ответы на наши глубокие вопросы происходят именно из той сферы, в которой мы даже не знаем, что она существует. И с помощью изучения внутренней части Торы мы как будто бы притягиваем в себе этот свет, вот эти вот знания, которые находятся дальше, чем то место, где наш взгляд или взгляд на высшего сознания может их схватить. То есть, это такая функция изучения вот этих знаний. Потому что это разговаривает именно, эти знания разговаривают с душой, а не только с интеллектом. И с помощью учения это как бы тянет свет, который и так нам принадлежит внутрь. Я надеюсь получше как-нибудь это объяснить. Но Давид Амеллах говорит такую вещь, то что, и это известное выражение, то что нет бедности, единственная бедность есть в сознании. Да, и никто, конечно, не хочет быть бедный. Но это не только знания каких-то фокусов или каких-то там схем экономических, но в принципе глубокие знания о жизни. Когда у человека есть глубокое знание о жизни, у него есть инструменты пройти очень-очень сложные какие-то испытания или моменты, которые у нас часто у людей существуют. Потому что без какой-то цели, без смысла очень тяжело проходить какие-то испытания. А когда есть знания вообще структуры мира, знания, понимания, где мы находимся и понимания внутренне, куда каждый человек, каждый из нас идет, тогда все это, конечно, становится легче. Тот же самый Давид Амеллах, он описывает, конечно, у него жизнь была, скажем так, нелегкая. Сначала его не признавали, братья, потом вообще он какой-то там где-то, когда пророк пришел, сказал, решая то, что один из сыновей будет король его, он даже Давида не позвал. Там не было известно его родословное, скажем так. Потом царь Израиля за ним гонялся после того, как Голиафа убил. Один из его детей пытался его свергнуть, скажем так. Ну и там вообще совершенно нелегкие. Но сам он пишет Всевышнему, он говорит в «Пасуке». Он пишет так, то что «Слава Богу Всевышнего, который выкупил мою душу из от всех недугов». Но это вообще очень странно. Как это так? У него была очень тяжелая жизнь, но все равно он говорит то, что вообще у меня не было, или очень как бы вытащилось. С помощью чего? С помощью этого понимания. С помощью точки зрения. На то, что происходит, где мы находимся и куда мы идем. Еще раз. В целом и каждый человек лично. Есть такая история, что душа человека, она от какого-то, скажем так, она соединена с источником. И есть сила, которая постоянно тянет эту душу в соединиться со своим корнем. И она, эта сила, она не прекращается. Тут у нас в жизни есть какие-то причинно-следственные связи, которые не дают этому очень слишком быстро произойти. Слава Богу, что так происходит. Но когда мы соединяемся с этой силой, соединяемся со своим корнем, вот там вот мы получаем этот дат, то есть соединение между правой и левой сторонами мозга, между логикой и воображением. И вот там вот появляется у людей вот то самое, которое с одной стороны дает радость внутреннюю, и с другой стороны дает, с той же самой стороны дает внутреннее понимание, где мы находимся как люди, где каждый человек находится сам по себе. Тут есть еще два, две стороны этого понимания. Одно из пониманий, что надо понять, одна из частей этого дата, то, что, ну как бы, есть режиссер этой пьесы. Режиссер – это всевышний. Мы тут игроки. Игроки тут в этой пьесе не только мы, но и животные, неодушевленные какие-то вещи. Но режиссер тут есть один. У нас есть возможность как-то с ним общаться. У нас есть возможность под каким взглядом насмотреть на эту жизнь. У нас есть возможность расти и так далее. Но надо понимать то, что в конце концов есть дирижер, есть режиссер, который решает. И одна часть этого дата, то, что, ну как, что мы до конца ничего не можем понять. И надо включить там веру. Вторая часть, то, что надо понять и осознать, то, что по факту весь наш внутренний мир, он в наших руках. Может быть, внешний мир не всегда в наших руках, но весь внутренний мир по факту в наших руках. То есть, что значит внутренний мир, наши мысли, то интерпретацию, которую мы даем всяким происшествиям, эмоциональное наполнение, коннект с высшей силой, это все в наших руках. Кстати, насчет этого и говорит и Виктор Фрэнкель в психологии. И мы видим исследования в когнитивных науках. Там есть такое, ну как бы, такое место, где человек может принимать решения, где он находится сам. И другая сторона этой истории, что надо это развивать. Как бы надо развивать этот дат со стороны знания и понимания информации и соединения со своим формом. Надо практиковать осознание, то есть смотреть на наш внутренний мир. И как будто бы, не как будто бы, а по-настоящему больше в нем брать ответственность за внутренний мир. И больше там принимать решения. Потому что часто мы думаем, что мы можем принимать решения там, где у нас нету такой возможности. И не принимаем решения за наш внутренний мир, где точно у нас есть вся возможность. Так что это вот чуть-чуть и вкратце про дат. Я знаю то, что это очень мало. Мы постараемся вот этот вот очень-очень важный аспект нашей жизни как-то расширить. Всего самого хорошего. До скорых встреч. До свидания. До свидания.